Приветствую вас! Ключевая особенность вашего вопроса, ваших проблем, заключается в том, что вы зациклились. Зацикленность – это, по сути, механизм навязчивости, навязчивых идей, навязчивых мыслей. Навязчивые мысли сами по себе – это не что иное, как желание. То есть, если я думаю о чем-то постоянно все время и не могу переключиться на что-то другое, значит, для меня это то, о чем я думаю, очень и очень важно. Ну, по ряду причин. Вот. А, соответственно, важно понять, какие желания стоят за зацикленностью на молодом человеке и подумать, как бы вы могли их реализовать самостоятельно. Следующий важный момент заключается в том, что если вы любите человека, да, если вы любите его, если у вас есть любовь и есть желание делать его счастливым, то в таком случае и в таком случае вы можете его ждать, если вы понимаете, что это сделает его счастливым, если вам самой, ну, этого хочется. Но если вы чувствуете, что вам этого не хочется, если вы чувствуете, что у вас другие другие желания и что вашей силы чуть явно недостаточно для того, чтобы его ждать, то лучше будет, если вы ему так прямо и скажете, что, дорогой, ты мне нравишься, у меня к тебе симпатия, но наши отношения не были такими, чтобы я прямо тебя ждала. Поэтому я предлагаю пока общаться так, как будто никто никому ничего не должен, а когда ты из армии придешь, мы с тобой встретимся, и если все получится, то, соответственно, будем иметь нет, значит нет. Сейчас я не готов тебя ждать. Слишком много, слишком многим для этого мне придется пожертвовать, и слишком большая вероятность того, что у нас все не получится, не потому что ты плохой, а просто в силу того, что мы с тобой недостаточно были близки. Вот. И эта позиция абсолютно нормальная, в том случае, если вы так решите сделать. То есть тут, помимо ваших желаний и их реализации, очень важно определиться с выбором. То есть, какой вы выбор делаете, собственно говоря, и делаете ли вы его вообще? Вот. И готовы ли вы платить за этот выбор? По факту. То есть, готовы ли вы не только решить для себя, но и, соответственно, действовать как-то в соответствии с этим решением, и принимать возможный негатив, ну, возможные негативные последствия для себя в этом случае. Дальше. Мы на расстоянии, он служит. Мы как-то давно общались, сейчас вот переписываемся, иногда созваниваемся. Я затыкнулся на нем. Скорее всего, на данный момент, это и мужчины, которые представляют наибольшую вероятность, по вашему мнению, в удовлетворении ваших потребностей. Скорее всего, в этом все дело. Он писал мне, чтобы я обождался, что мы обязательно увидимся, все будет окей. Ну, это как-то довольно странно. Если мужчина с Брест-класса вы его дождались, то обещания нужны какие-то более существенные. И с какой стати вообще он пишет вам, чтобы вы его ждали? Мне в это хочется верить, ведь этому человеку я полностью доверяю. Насколько вы доверяете ему полностью, что именно вы доверяете ему и что вы ожидаете от него взамен. И как-то наивно, что он самый лучший и хороший. Это идеализация. Идеализация, к сожалению, не есть хорошая черта, потому что она отращает перенос ваших ожиданий на людей, что искажает их восприятие. Вдруг цвета розовые очки. Сомнения в данном случае вполне логичные и правильные, потому что вы следуете явно не своим желаниям, и явно не личной ответственностью за то, что происходит. Считаю, я его пока не дождюсь, я не буду с другими парнями. А хочется? Если хочется, то будьте. Вы ему не жена и даже не девушка, чтобы его ждать. Это всё так глупо и абсурдно звучит. Что именно глупо и абсурдно звучит, и почему вы считаете, что глупо и абсурдно? Это критика. Это деструктивная критика. Если для вас это важно, значит это не глупо. Но если вы называете это глупым, значит вы себя обесцениваете. Если вы себя обесцениваете, значит вы делаете это периодически. А если вы периодически себя обесцениваете, то, соответственно, искажаете опять же свои чувства и не добираете им. Отсюда возникает та самая проблема, с которой вы столкнулись. Её бы не было, если бы вы не считали, что то, что вы чувствуете, есть что-то глупое или абсурдное. Я это всё понимаю, но от этого чувства никуда не деться. Какого чувства? Какое именно чувство Евгения? Какое чувство конкретно? Мы даже когда общались раньше, гуляли, он мне очень нравился, не так как все. Смотрите, я могу представить и предположить, что вы его выделяли. В общем и целом это хорошо. Но мне не совсем ясна хронология. То есть вы когда-то раньше с ним встречались. Потом вы встречаться с ним, я так понял, перестали. И что? Вы же перестали с ним общаться не для того, что он в армию ушёл, а скорее всего было что-то ещё. В общем, возникает много вопросов насчёт того, что будет дальше. Это ваша личная ответственность, понимаете, Евгений? То есть что конкретно вы сами готовы сделать для того, чтобы дальше было то, что вы хотите? И чего вы хотите? Дальше. Ведь я делаю ставку на то, что может всё получиться, а может и нет. На самом деле ставку делать нужно только на себя. И на то, что вы хотите, на то, чего вы можете добиться. Вот. Я не думаю, что делать ставку на других людей имеет смысл конструктивный смысл. Мне страшно, ведь я не уверен в сказанности его слов. Типа таких, что я обещаю. Обещаю. Я люблю тебя и тогда. Правильно, верить не нужно. Нужно просто делать то, что для вас важно. Делать соответствие за своими интересами. И всё равно за время его служения, за время его службы, вы вряд ли даже встречаясь с мужчиной, выйдете за него замуж. Соответственно, никто не мешает вам жить в удовольствие, когда тот мужчина вернётся, встретиться с ним и пообщаться. И посмотреть, получится что-то или нет. Вы сами будете чувствовать себя свободнее, он будет чувствовать себя также свободнее. И это существенно повысит ваши шансы на как можно более быстрый результат. Дальше, опять же, хочу верить во всё это. Ну, понимаете, вот вера во всё это, да, это что-то мистическое. Это фантазия, это иллюзия. Верить, верить, верить не нужно. Нужно брать и делать. Ну, не обещать, брать и делать. Обещать брать и делать можно на основе своих чувств, с чего вы хотите. Своих желаний, своих убеждений, своего выбора. Ага, для меня важен этот человек, мне очень хочется понимать, что я также важна для него. Ну, вы понимаете, если вам хочется понимать, что вы важны для него, значит, вы сами сомневаетесь в своей важности. Если вы сомневаетесь в своей важности, значит, вы чувствуете себя недостаточно ценной, недостаточно значимой. Понимаете? И если так, то это проблема вашей неуверенности в себе, но ни в коем случае не проблема того, что мужчина должен вам как-то подтверждать то, что вы для него важны. Понимаете? Какая история. Какая история. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что здесь вот именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Дальше. Так. Своё здоровье зависит и зависит от того, как он пишет. Ну, здесь у нас созависимость. Да, изучите тему созависимости в интернете, а после уже можно будет поработать индивидуально с вами. Недавно он стал как-то не так отвечать вам, возможно, у него там свои дела в армии, или я оправдаю это все, мне не хочется верить, что человеку на меня всё равно. А что это значит для вас, если ему на вас всё равно? Я не хочу допускать этих мыслей, каких мыслей, о чём мыслей, что они для вас значат, какое они значение для вас имеют, какие выводы вы сделаете из этого. Понимаете, у вас очень детская позиция по отношению к тому, что происходит, не взрослая. Я это, честно, даже немного сомневаюсь, готовы ли вы к отношениям, потому что, ну, с такой позиции, да, детской, вы можете мужчину от себя опугнуть просто. Вот. И я не думаю, что это что-то хорошее для вас. Дальше, так, я, так, дай навязываться и постоянно писать, не хочу. Это правильно, это вы не хотите навязываться и постоянно писать. Это правильно, посоветуйте, пожалуйста, как мне разобраться на это, насчёт всей этой ситуации. Ну вот, в принципе, я вам, я вам на этот вопрос ответил. Как перестать быть менее зацикленным на этом человеке? Понимаете, Евгения, здесь меня настораживает ваш вопрос, постановка вопроса. Как перестать быть зацикленным? Перестать, значит, подавить. Подавить, значит, принизить, обесценить и так далее. Если вы будете действовать в таком ключе, да, в ключе переставания и подавления, то я боюсь, что зацикленность ваша будет только расти ещё больше. Потому что, ну, потому что по-другому не бывает. Не перестать, нужно зацикливаться на нём, не переставать. А нужно, наоборот, застричь то, что вы хотите. То есть, вот я зацикливаюсь, окей. Я зацикливаюсь. Здорово. Что дальше делаем с этим? Понимаете? То есть, вот я нацикливаюсь, да, что делаем дальше? Как действуем? Как себя, ну, как себя ведём мы? Понимаете? Как мы себя ведём? Что делаем? Понимаете? Понимаете? Какая история. А так вы просто продолжаете игнорировать свои желания, продолжаете игнорировать свои потребности, и по итогу получается только хуже. Хуже для вас. Дальше. Как нести себя в дальнейшем, если я хочу в дальнейшем быть с этим человеком? Ну, опять же. Хочу быть в дальнейшем с этим человеком для чего? Что бы что? Вот. То есть, если вы хотите быть для себя, то, наверное, имеет смысл от него отдалиться, потому что ничего хорошего в этом как бы нет. Да? То есть, у вас, по сути, всё закончится тем, что вы будете ему предъявлять за то, что он обрадал ваши ожидания. По факту. Вот. Значит, смотрите. Если вы хотите быть для него, да, то, опять же, подумайте для себя, да. Вы хотите быть, ну, сделать что-то для него. Не вредите ли вы этим себе? Да? То есть, не будете ли вы вредить себя тем, что, допустим, будете его ждать, например. Понятно, да? Если будете, если чувствуете, что вред всё-таки будет, то в таком случае не стоит. Не стоит его ждать, не стоит вообще, как бы, себя ограничивать, да. Наоборот, будет лучше, если вы отдалитесь от него. Это кажется, как бы, что, дорогой, ты мне нравишься, ну, как я уже говорил. Ну, вот. То есть, это зависит от вашего выбора, от вашего решения. От того, ради чего, для чего вы хотите с ним быть. Возможно, есть ещё другие варианты, для чего вы хотите с ним быть. То есть, я ни в коем случае не считаю, что это вот только два варианта и всё. Вы можете свои варианты озвучить. Вот. И так далее. Но, в целом, вот, ваши неверные в себе, возможно, заниченная самооценка, и недоверие своим чувствам, это, в целом, очень серьёзная проблема, которую лучше разобрать вам. Потому что в отношениях не нужно выяснять то, как относится к вам другой человек. Вам нужно знать чётко, как относитесь вы к человеку. И как вы относитесь к себе, всё, больше не важно. Больше ничего не важно. Если вам важно, как вам относится к другой человек, значит, вы что-то пытаетесь от него получить для себя. То есть, всё, это уже зависимость, это уже созависимые отношения, это уже перенёт ответственности. То есть, я чего-то хочу, но я надеюсь получить это от тебя. Вот. И подобный аспект не является чем-то хорошим для вас. Опять же. Да? Понимаете, о чём я надеюсь? Надеюсь. Вот. Вот так, вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.